Наконец-то осуществилась моя мечта. Я в гостях у вас. Я давно мечтал доехать до вас, честное слово. Михаил Азикович. Вы такие ставите довольно приземлённые цели, а не великие. Даже осуществить не так сложно, взять и приехать. Я думаю, что у вас есть и великая цель. Великая цель. Ликвидировать в Украине. Вы же знаете, что Украина занимает первое место по детскому пьянству. Слышали, нет? Честно, это не я посчитал. Это посчитали. Я не могу? Нет, чё ж не можете. Я если прошу решение, пока вот своего любимого злобика. Можно сотрофировать? Да. Как поведение на у нас? На 12. Отлично. И второй вопрос. У нас всё же есть, по-моему. По-моему, ледокриня там. Нет, сто. Однако... Ну, я с трушек купили. Да, а лекарства здесь нет? Что-что? Нет, нет, нормально. Отлично. Хорошо. Да, спасибо. Так вот, у меня вторая мечта, это ликвидировать детское пьянство и детскую наркоманию в Украине. Мэри, сначала как бы вы это с Николаева начали, но всё-таки большой какой-то город, такой огромный город, полмиллиона. В общем, что-то ликвидировано, но не до конца. А вот прокурор наш стоянок, он нам помогает хорошо и как бы реально помогает земле. Ну, что первый, кому... Ой, да получается, что я сначала... Ну, он нам реально помогает. Я говорю, Юра, а давайте начнём с севера. Подъедь, говорит, фирма Майска, посмотри, что там творится. Я приехал, ну, есть проблема. Сказали, что существует проблема. И поэтому я вас спрашиваю у известных горожан, что нужно делать для того, чтобы мы эту проблему закрыли. Что нужно делать? Да, может быть, вам покажется интересным мнение того, кто этим не занимался, получается. А мне все мнения интересны. И вы спросили, вот, ну, можно ли или нужно ли ликвидировать Первомайский. Да, да. Конечно, вряд ли кто-то найдётся, кто скажет, не нужно, пусть пьют дальше. Не нашёл, если ещё не нашёл. Так, да, не думаю, что найдёте. Но в отдельно взятом городе победить какую-то проблему, будь то пьянство, наркомания или там ещё, там, ВИЧ, СПИД, невозможно. Почему? Потому, невозможно, потому что сейчас не так, как в 16 веке, отдельные города-крепости и город закрыт. И что в этом городе-то есть. Сейчас массовая коммуникация, обмен, люди ездят туда, значит, вряд ли вы кого-то найдёте, кто за месяц был только, допустим, в Первомайске. То есть невозможно в одном. Дальше. Средства массовой информации, в которых есть масса всяких примеров и даже можно, не выезжая, набраться всякого негатива. Но я думаю, что у меня нет однозначного ответа. Почему? Это большая социальная проблема, большая социальная проблема, в которой нужно и нет одного или двух рецептов. Надо лечить, ну, я скажу, банальность общества лечить. Правильно? Вот мы вчера собирались, как бы, директора, есть у нас такая традиция, по пятницам мы немножко обмениваемся иногда. И прозвучала такая, не от меня, прозвучала от одной женщины, близкой к кругам, где происходит такой сугубо великий интимный процесс деторождения. И она сказала, извините, может, уберете потом. Она сказала, вот кто сейчас рожает, с тех пор, как ввели вот эти вот 50-100 тысяч, так, за рождение ребенка. Значит, люди, которые хотят заводить детей, понимают, что это их главное призвание, они всегда найдут и будут рожать детей. А сейчас это стало ужасным бизнесом, рожают те, кто, кому, в принципе, в цивилизованных странах часто рожать не позволяют. Эта проблема через 10-12 лет будет усугубить то, о чем вы сейчас говорите, в тысячи раз. Если родители алкоголики, чего ждать от ребенка, то как мы можем говорить сейчас об отдельно взятой проблеме детского пьянства, например, если кругом примеры взрослых. Что нужно делать? Фильм у нас называется «Что делать?». А это же вечный вопрос, что делать, потом будет кто виноват. Ждать, когда, вот я хочу сказать, я не голосовал. А я же сказал, что это общенациональная проблема, в которой есть, не хватит пальцев, масса составляющих элементов, которые нужно решать. Одного ответа на вопрос «Что делать?» нет. Ну, хоть каких-то, накидайте нам хоть чего-нибудь. Не могу, это общенациональная и социальная проблема. Так что ждать, когда разродятся, но они уже понимают. И если вы этим занимаетесь, то мне интересно будет, сейчас я вас спрошу, что нужно делать, раз вы этим много занимались. Однозначно, я думаю, что, во-первых, нужно достучаться до руководителей городов, маленьких городов. Вот как я сделал у себя это, Николай? Они что, зачем, почему к ним надо стучать? Они что, они сами не понимают? Достучались дальше. Он поднял трубку и сказал, так, ликвидировать. И положил. Все, таким образом. Не, 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 подождите, подождите, сейчас. Достучаться до руководителей городов, потому что все-таки у нас получается, ну, в общем, достучаться. То, что сделал я у себя в Николаеве. Поломать у себя стереотипы. Вот то, что я делаю сейчас в Николаеве, что милиция вся крышует там наркотик, ничего подобного. Я говорю по Николаю, я не знаю, что у вас тут первомайский. Я уверен, что это я как человек, который знает. Или если они уже там крышуют, значит, они так от меня прячутся. Потому что, ну и самое главное, достучаться до родителей. Достучаться до родителей, которые понимают, что такое жить в одной семье с алкоголиком, с наркоманом. И поломать у них этот стереотип. Во-первых, наркоманы это не больные, однозначно. Это сушионы, не больные. Не лечат их. Ну, нету таких лекарств, которые бы могли бы лечить наркомник. И если это так будет во всех населенных пунктах, если будут созданы... Потому что вот, смотрите, я же еще раз хочу сказать, что Янукович это не мой президент. Я не голосовал за него. Ну, так получилось. Не мой. Это долго рассказывать, почему не мой. Но он сделал столько правильных шагов по отношению к ликвидации детского пьянства и наркомании, что у меня пальцев загибать не хватит. Он ликвидировал курительные смеси магазина. Вы же не знаете, что такое. Не знаю. Знаете? Откуда вы там? Очень мало людей знает, что такое. Ну, почему я не знаю? Он ликвидировал их. Но мы в Николаеве сделали это за месяц раньше его приказа. Ну, как там, приказ, да? Он сделал это 20... Это в интернете можете все проверить. Значит, правительство приняло 29 мая, а у нас уже с 26 апреля в городе, единственный город в Украине, где не работали эти сволочные магазины. По-другому не называют. Я назову тех героев, которые это сделали. Это пришел Саша Болтянский там. Ну, я. Яворская Ирина Владимировна. Я должен их назвать для истории. Жинжирух Александр Жорыч. Однозначно, без него бы мы ничего не сделали. Чайка, мэр города, Чайка нам здесь очень сильно помог. Ну, и, конечно же, Николай Симпанович Стоянов. Пожалуй, его было последнее акто. Как бы... Я, значит, понимаете, я не для того сказал, чтобы вы, там, я понимаю, что у вас есть целый уже наработанный комплекс каких-то подходов, так. Я, первое, меня радует, что есть люди, озабоченные этим, так, и которые посвящают какое-то время этой проблеме. Это уже, ну, хорошо. Конечно же, чем больше проблема, тем важнее капля, ручеек. И чем больше будут заниматься этим, тем пусть кто-то одного остановит. Все, это уже много. Конечно, конечно. И вот таким образом. Но даже вот то, что вы назвали, да, важнейший вопрос. Центральная власть, президент, понимаете? Штраф 6800. Кто может максимально ограничить попадание в страну вот этого всего? Значит, опять, значит, серьезные меры по стране и так далее. Конечно. А дальше, да, конечно же, и воспитая родителей. Сколько вот ходит молодежи во время? Почему родители ложатся спать в 11 часов, если ребенка нет дома? Комендантский счет. Мы с вами нормально понимаем, да? А я как-то пару лет назад говорил с начальником милиции. Он говорит, в час ночи подростка забирают с бутылкой, 13 лет, вызывают родителей. А они проявляют, говорят, чего вы меня трогаете? Оно что, на ваше пьет? Ваше какое дело? Сколько бы мы до такого родителя не стучались, уже к нему не достучишься. Поэтому уже другая мера должна быть. И так дальше. Да, однозначно, однозначно. Мы когда о чем-то говорим о проблеме, мы обязательно ее понимаем с точки зрения своего менталитета. Да? Вы думаете, вот сказал родителю и поменялось. А родитель вас, извините, послал и сказал, не мешайте мне пиво пить. Ну, я думаю, до этих мы уже вряд ли достучимся. Значит, то, что вы говорите, достучатся к крытили, это один палец. А то, что надо с ними уже что-то делать, это другое. То, что надо по центральным каналам власти делать, это треть. И так дальше. Но главное, я сказал, чем больше людей этой проблемой озабочено, тем больше остановят тех, кто живет. Сколько времени, как вы считаете, сколько времени понадобится для того, чтобы... Вот я в следующий раз, ну, не в следующий раз нам приехал, когда-то, ну, чтобы это движение вообще самоликвидировалось. Значит, если сказать, ну, глупость, можно? Допустим, Пиночет бы решил за ночь. Пиночет бы, да, это точно точно. Он бы решил проблему за ночь. Так, завтра бы уже этого не было. Хорошо, глупость, ничего себе глупость. Так, но... Можно? Да, конечно. Да, это точно. Пиночет бы за ночь. Ну, так как закрыли игровые автоматы, за ночь не работает. У вас в Первомайске не работает ни одного игрового автомата. Ну, вы видите. И у нас, Николай, это как бы... Очень важны стражающие меры. Мы можем себе представить, что когда дочь Клинтона, я это помню, читал, в 20 лет приобрела баночку пива, то ее папу, президента США, вызвали в суд, он пришел, он объяснялся, он получил какое-то там взыскание. Так, все, больше ничего не надо. Мы можем такое сказать, что мы это... Мы на это способны. Я думаю, что к этому... Мы на это готовы. Мы к этому будем идти. Да. Мы к этому будем идти. Ну, хорошо. И пожелание тогда, значит, уже как бы на... Нет, традиционно я заканчиваю свои такие маленькие мини-интервью. Пожелание нашему движению. Пожелание тому человеку, который будет возглавлять здесь вот у вас в Первомайске это движение. Мы, я еще не знаю кто, может быть, вы кого-то нам порекомендуете. Но, значит, это должен быть однозначный человек с Первомайска, который будет, ну, замыкаться там на нас. Может, самостоятельно будет работать. Я думаю, вас вряд ли назначили. Вы сами себе выбрали это так. И назначить нельзя. Этот человек должен захотеть. Он должен понять, что вот он хочет этим заниматься. Он должен сам найтись. Должен сам найтись. Иначе вот кого-то назначить толку не будет. Будут писать отчет, если кого-то назначить. Пожелание. Пожелание этому человеку, который, может, еще сегодня и не знает. Пожелание не человеку, а результату его деятельности. Если мы, чем меньше будем этого зла видеть в городе, вот это самое главное пожелание. Он от этого получит огромное моральное удовольствие. Ну, и в преддверии Нового года, елочку хоть пожелание. Спасибо. С Новым годом. А это, с Новым годом. Всем, всех с Новым годом. Ну, и, ну, опять-таки, раз эта проблема была, ну, чтобы мы максимально от этой и других плохих проблем в нашей жизни, негатива, забыли его в уходящем году, одно вышли совсем добрым и становились сами добрее, друг другу добрее. И продолжали верить, что как раз вот эта граница Нового года, это тот, как бы, тот порог, придя, который мы можем, ну, хотя бы морально посчитать все. Все плохое осталось, впереди только светло. И тогда будем друг другу только относиться хорошо, улыбаться и говорить, там, с Новым годом, с новым счастьем. Спасибо. Спасибо.